Здесь представлены все отделы исторического музея, начиная с этнографии предметов эпохи переселенческого движения до экспонатов спортивной славы. Вот, например, награды 19-го года чемпиона по боксу Константина Никитина. А это скульптура первого олимпийского чемпиона России по фигурному катанию Николая Панина Коломенкина. Есть и более современные медали. Здесь уголки, отражающие ту или иную эпоху. Вот саквояж и пляжный зонт конца 19-го века. А это интерьер того же времени, привезенный из-за границы. Персидский мебельный гарнитур 19-го века. И на нем даже можно увидеть выдержки из Корана. Наверху это портрет, это натюрморт известного голландского художника Ружемонта. Здесь мы видим дары моря, изображенные на картине. Вазы, очень красивые высокие вазы. Также могли украшать этот гарнитур книги 19-го века. Большая экспозиция подарков иностранных делегаций, в основном городов-побратимов Сочи. Это национальный костюм, привезенный в дар нашему городу из французского ментона. А это подарок делегации из солнечного Узбекистана. Китайские студенты подарили музею нефритовые шахматы и портреты Маркс, Ленина и Сталина не на бумаге. Это китайская шелкография. А еще трафаретная печать вождей СССР и Китая. Редко выставляемый экспонат – чаша II века новой эры с надписью «Радуйся, пока ты здесь». Таких стеклянных предметов в мире только 10. А вот женский портрет, вышитый бисером на ткани – подарок сочинца. Специально к 95-летию музея сотрудники подготовили сборник под названием «Город Сочи и его горожане». Это 255 страниц богатого и интереснейшего материала о Сочи и сочинцах. Начинается он с истории нашего музея, с вот этой длинной 95-летней истории, которая, собственно говоря, не только открыла нам новые страницы в летописи нашего города, но и благодаря сотрудникам музея собрала огромное количество экспонатов, отражающих эту историю. Книгу презентуют на торжествах по случаю 95-летия музея. Сейчас в экспозиционных залах ведутся последние приготовления к праздничному мероприятию, которое запланировано на 9 июля. А наша телекомпания за совместный проект с музеем истории города-курорта Сочи была сегодня отмечена благодарственным письмом. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.